Алиев назвал сроки вывода войск вооруженных сил Армении из Карабаха, уже есть график вывода армянских вооруженных сил с наших земель, до конца месяца они обязаны покинуть все территории, ведь оговорился, даже оставшиеся оккупированными, ну и так далее. Ну естественно они покинут эти территории вместе с проживающими там армянами, я думаю, что практически никого там не останется из армянского населения, то есть это абсолютно брошенная территория будет с точки зрения Армении. Так что вот Алиев заявил, что отечественная война за Карабах завершена, Азербайджан победил, ну и так далее, и так далее. В общем все свободны, всем спасибо. Понятно, что ничего не завершено, понятно, что там будут продолжаться достаточно активные боевые действия, но уже не санкционированные ни с одной стороны, то есть народ просто будет друг с другом разбираться, будут бои и столкновения, столкновения с теми миротворцами, которые там будут находиться, а там будут находиться российские и турецкие. Чтобы там вчера не делали, какие заявления не делала армянская сторона, турецкие миротворцы, там будут, ну миротворцы, да, и российские такие же миротворцы. В общем, будет очень весело, посмотрим на это. Так, значит, ну Алиев объявил в победе в войне за Нагорный Карабах по всей России, праздновали, да, то есть и в Самаре там, и в каких-то районах, в Саратове мне сообщили, что какие-то автопробеги устраивали азербайджанцы, очень радовались они этому событию, что победили в Нагорном Карабахе, какое имеют отношение те, которые на базаре торгуют в Самаре и в Саратове, к победе в Нагорном Карабахе. Я не знаю, но они радовались и, в общем-то, кричали, что они победили. Некоторых оштрафовали, кстати, что совсем уже не имеет никакого смысла, да, то есть рассказывали, что они вывесили флаги сопредельных государств, то есть Турции и Азербайджана, а это почему-то запрещено, почему флаги запрещено вывешивать, я до сих пор не могу понять, но вообще веселуха, конечно, то есть запрещено все. Продолжение следует...